Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас обзор 4 каталога Фоберлик, он у нас уже трехнедельный, оставлю вам подробные отзывы на новинки, которые уже тестирую продолжительное время. Девочки в комментариях просили рассказать о трех любимых мужских ароматах, все это сейчас с вами обсудим. По тушам. Мне не понравилось черное, с черным колпачком, уже говорила почему. Не понравилось, потому что она долго сохнет, потому что она слепляет ресницы, потому что она отпечатывается, потому что она плохо их прочесывает. Это танцы с бубнами, я такое не люблю, если есть продукт лучше, зачем я буду мучиться, как говорится, да. Next Level безумно понравилось абсолютно во всем, она ставит ресницы, она их подкручивает, она распахивает взгляд, она идеально прокрашивает у внутреннего уголка глаза, то есть ресницы прям веером. Они идеально прочесаны, они очень круто удлинены, никаких, вот тут еще комочки жуткие, никаких комочков, ничего, все прекрасно, но она отпечатывается в течение дня. Вот отпечатывается и все, как-то один день был у меня, она не отпечатывалась, я не знаю, с чем это связано. Вот вчера буквально я ее пять раз поправляла на веках, поэтому я все равно продолжаю ей красить, потому что мне безумно нравится эффект, но она отпечатывается, ее приходится все время поправлять. Купоны вы уже должны были активировать, в Дзене есть подробный ролик у меня, как это сделать, и уже в этом каталоге у нас будет с вами розыгрыш главных крутых призов. Но серия Вербена, как была, в принципе, так и есть, ничего не могу сказать, все как бы нормально, все отлично. На Грин Карму хорошие ценники, у нас по желтым ценникам, смотрите, будет палетка, что-то она 1299, она дешевле бывает по акциям, что-то прям загнули. Вот эти вообще в распродаже по срокам годности были, а тут такая цена, жуть, не-не-не. Про ароматы на весну мы с вами во взорах каталога уже говорили, про женские, а мужские, какие люблю, сейчас, конечно, расскажу. Шампуни вот эти совсем не понравились, от слова совсем. Вот знаете, добило, и слава богу, и даже как гель для душа больше, потому что, ну вот вообще, вообще к ним не тянется рука, волосы от них выглядят неопрятно, статическое электричество электризуются они, да, поэтому совсем мне это не понравилось. А вот эта вот коллекция красивая, очень приятная такая, но у меня какой-то минимализм на кухне, я не стала ничего брать из нее, поэтому прошли мимо. Тарелки я эти обожаю, обожаю, может что-нибудь, кстати, еще возьму в запас на лето, сейчас я вообще на пикинки ходить, на дачу, там потрясающе. Патчи нравятся, очень нравятся, да, они узкие, они действительно узкие, хотелось бы пошире, пошире раза в два в три, хотелось бы, но мы только с вами хотим, а Фаберлик делает как хочет, да, тоже. Поэтому беру их по ВИП-программе, со скидкой 70% беру. Вот эти новинки куркума, вы знаете, тоже неплохие, очень неплохие, но вот такого эффекта, как от крема, нет. Вот ночной крем вообще покорил, дневной я как-то одно время отложила, потому что там и стоят, и на моем лице он мог в течение дня давать жирность. Сейчас я снова его достала, ночной у меня уже закончился, добиваю дневной, крем для глаз достаточно легкий, тает на лице, сыворотка тоже такая же, не утяжеляет, ничего, все здорово, все отлично. Я вам уже говорила, что серия куркума изумительно, восхитительно повела себя на декольте. Вот прям разгладилась, прям вот стало гораздо лучше, все супер. Карбокситерапию можно брать, с кислотами уже завязываем, а карбокситерапию можно брать. Ее можно использовать в период, в период активного солнца, можно вполне себе. Диалуронка сейчас вот на весну, на лето будет уже тяжеловатой, может у кого-то вызывать подкожники. Поэтому я бы вот эту серию прям на холодное время года отнесла. Аксиол уже хорошая тоже серия, на ней не останавливаюсь, потому что это такой базовый уход, не могу ничего сказать, там ни вау, ничего плохого, не могу сказать. Но тем не менее хорошая. Серия, я давно вам не рассказывала, здесь есть крем, который очень хорошо подходит для жирной кожи. Вот сейчас как раз опять весна, да? Присмотритесь, это дневной крем, кислородный баланс. Дневной крем, он матирующий, он матирует и жирной кожей прям вот очень хорошо. На теплое время года просто замечательно. Кислоты у нас опять по акциям, но я уже ничего кислотного брать не буду, сейчас в феврале. В марте добью, такого активного у нас нет, весна совсем задерживается в центральном регионе, поэтому еще немножечко, чуть-чуть можно. По серии Ума у меня дочь младшая очень оценила вот эту пасту, я вам уже говорила, что мы не могли подобрать ей пасту, где чувствуется мята, все, она прям фу, чуть ли не до работы. Вот это чистит, чистит, действительно чистит, хотя на 3+, но вот чистит хорошо, эмаль очищает хорошо, все отлично в этом плане. А для волос детский спрей, это легенькое-легенькое такое облегчение расчесывания, прям вот легенькое. Антистатический эффект не очень заметила, мне кажется, почему-то на Ксюшкиных волосах действует совсем наоборот, он усиливается, поэтому больше повторять не будем, для наших волос это очень-очень слабо. Про подгузники, девчонки, все вопросы, сыпятся на ютубе в комментариях, что вот в отзывах говорят, что слабые липучки. Я не брала с липучками, во-первых, я брала трусики, а не подгузники, да. И отзыв подробный на Дзене тоже есть, они не впитывают, нет, они впитывают, но плохо, попа всегда мокрая, поэтому я их не беру и брать не буду. Очень плохо впитывают. Я слышала отзывы, что ими кто-то восхищался, я не знаю, почему, может сравнить ни с чем. Мое сейчас средство это восторг, запах чистоты, запах прям вот убирать, протирать с ним, мыть полы, очень понравилось. Вот это средство обязательно буду повторять. Гель с кондиционером, они не дают одушки на сухом белье, а мне ее хочется, поэтому, ну для разнообразия может быть когда-нибудь, а так пока повторять тоже не буду. Я люблю, когда есть одушка, мне она нравится, особенно когда она яркая. Помадки у нас с вами без скидок. Мало скидок на помадки. Увлажняющая помада Гидролипс классная. По помадам, вообще практически по всем разделам Фаберлик, писала статьи на Дзене, кому интересно, там прям есть папка вверху, плейлисты, в том числе и про окрашивание волос, отдельный плейлист. Потому что всегда на Ютубе тоже миллион вопросов про окрашивание. И про каждый раздел, про помады, про декоративку, про серию для дома, там есть статьи. Прямо отдельный плейлист статьи Фаберлик. И все, что вас интересует, вы там можете найти ответы на свои вопросы. Вот эти вот новинки, бальзамчики, очень, кстати, понравились. Очень понравились. Я повторю, еще 408-38, вот такой светленький, потому что у меня крестюшка его расковыряла. Жестоко просто расковыряла. А вот этот темный, ну не знаю, не очень мне. По цвету просто. Это действительно плотная текстура. Он такой прям твердый, твердый. Он на губах не растекается, не тает. Оттенок достаточно насыщенный. И вот этот именно 38, он свеженький, классный, такой освежающий, очень нравится. Моя любимая тушь ферст-класс будет по акции минус 45%. Надо будет взять, наверное, запастись. Хотя мне и безумно нравится эта новая тушь с розовым колпачком. Но вот то, что подправлять ее приходится, она отпечатывается. Не знаю, не могу простить. Не знаю, что в последнее время с Фаберлик случилось. Почему такие туши, не могу понять. Девчонки, подскажите по лакам. Вот я, которая брала в прошлом заказе лак, мне девочки написали в комментариях, что он очень долго сохнет. Подскажите по лакам, какие вам нравятся больше всего, какие дольше всего держатся и быстро сохнут. Буду вам очень благодарна. Любимое масло с Монардой будет неплохо, по 299 рублей. Можно будет запастись. Вот этот гель тоже люблю. Есть у меня ролик, как делаю маникюр с этим гелем, рассказываю. В будущем обязательно покажу. Прям сниму ролик короткий и покажу. Шанти по 999 рублей. Тянется, вы знаете, тянется рука к этому парфюму. Очень нравится его на себе носить. Поэтому не ожидала даже. У меня Фаберлик, вот на самом деле, парфюмерных любимчиков очень и очень мало. Так, из мужских парфюмов три любимых. Три, наверное, не скажу, наверное, пять будет. Викинг. Нравится. Таваруа. И Блокбастер нравится. Вот знаете, все последние парфюмы, они крайне удачные. Бест Бро. Вот с синенькой печатью. Очень нравится. Они оба интересные, но вот нам синий зашел. Мужские парфюмы вообще нравятся больше, чем женские. Так, и еще, еще, еще. Вулкан тоже неплохой, но почему-то мы его несколько раз брали. Муж на работе сказали, что от него пахнет клопами, и мы перестали его брать. Хотя, не знаю, где они там клопов нашли. Вот рассказала вам про те, что в каталоге, какие нравятся более-менее. На эфирные масла, лимон, чайное дерево, эвкалит будет скидка. Я такие не очень люблю. Мне гораздо больше нравится энергия, секси, релакс, антистресс. Мани, вот больше всего Мани и Секси. Они потрясающие, но 500 рублей, нет, нет. Подождем скидок. Они бывают за хорошую цену, серия не бюджетная, но скидки на нее действительно бывают. Есть смысл подождать. Про окрашивание. Про окрашивание, кстати, рассказывала сегодня девочка в Телеграм. Ролик не снимала, чем красилась, но в Телеграм рассказала, потому что как-то спонтанно все произошло. Кстати, краска была Фаберлик, поэтому в обзоре заказа вы увидите меня уже покрашенной краской Фаберлик. Крем, кстати, для рук, для ног вот эти великолепные, очень нравятся. Особенно для рук с спонтанолом он шикарнейший. И для ног он с легким охлаждающим эффектом. Замечательный просто, пчелиный. Шампунь нравится. Гели для душа вот эти тоже нравятся. Вот эту линейку считаю крайне удачной. Ничего плохого сказать не могу. Сторый д'Амура можно подарочки что-то взять, знаете, такое вложить учителю или еще что-то на 8 марта. Соль вот эта, кстати, больше нравится, чем новогодняя. Она лучше пенится, интересней пахнет. Про новинку зубной пасту Ноки. Не каждый день, вы знаете, ей пользуюсь. Не каждый. Потому что все-таки вот какую-то горечь все равно в послевкусии я чувствую. Но очищать неплохо. И в течение дня налета не появлялась. Я уже забыла, какие я тестировала. Я, по-моему, тестировала кокос, черную, еще какую-то. И они были просто ужасные. Они очень плохо очищали эмали. Вот мне и не понравились. А здесь могу сказать, что в принципе неплохая. Вот неплохая паста. Но она у меня, я где-то через день ей, может быть, пользуюсь. Потому что я вот все время боюсь, что мне вызовет повышенную чувствительность. Но вроде девочки говорят, что Ноки не вызывает. Прокладки не очень будут дешево. Скидок в этом каталоге не будет. Я запаслась давно уже ночные. Если ночных нет в каталоге, это не значит, что их нет на сайте. Также и про любой другой продукт. Фитобальзам для кожи вокруг носа. Мазала простуду свою на губе уже болячка. Когда была в этот же день, она, грубо говоря, отвалилась. Такой вот, знаете, как масла. Маслом чайного дерева пахнет. Мятным каким-то эвкалиптовым. Очень интересный такой запах. Достаточно натуральный. И, в принципе, я думаю, продукт будет рабочим. Молекулярный БАД. У нас скоро, кстати, в шестом каталоге появятся новые БАДы. Не молекулярные, а вот именно Фаберлик. Очень интересный. Наконец-то магний. Будем все с вами брать. Надеюсь, цены не задерут. Будем брать и тестировать. Потому что магний, я знаю, многие девочки давно уже ждут в чистом виде. Так, что у нас с вами дальше? По пластырам. Вы знаете, вот кто-то мне сказал, что они есть на зону на Валберес. Гораздо дешевле. Я посмотрела, действительно, да. И заказала. Буду пробовать во влогах, рассказывать. Здесь у нас с вами где-то 600 с чем-то рублей получается за скидкой консультанта. За 10 штук, за 5 пар. За 200 с чем-то, даже за 100 с чем-то рублей на Озоне можно купить 5 пар. Они там разные, производители разные. Я не думаю, что они сильно чем-то отличаются. Фаберлик, он этим как бы грешит, что продукты одинаковые. Особенно, что касается серии для дома, техники. Вот этой новинки, кстати, не было, когда делала заказ по ВИПу. А вообще, такую штучку очень не хочу. Это у нас с вами мельница для специй. Надеюсь, что она появится. Не будет никаких задержек, потому что, ну, удобная, классная вещь. Можно туда крупную соль насыпать. Можно соль с чем-то смешать. Самую сделать себе вкусную соль с какими специями вы любите, да. Порошки по обычным ценам. 333 рубля выходят с моей скидкой. У меня пока запасы есть. Хочу взять каких-нибудь, ну, вот, скорее всего, и возьму свою любимую золотую орган. А соскучилась по вонючим, таким сильным отдушкам в кондиционерах для белья. Прям последнее время все какие-то никакие. Хочется, чтобы был аромат. В серии дома у нас ничего пока новенького нету. Поэтому на этом не останавливаюсь долго. По белью вам уже вот задавала подробность свой. Носочки тоже классные новенькие. В конце здесь у нас с вами якобы распродажа. Давайте полистаем. Что у нас здесь будет интересного? У нас здесь новые пакетики. Но уже к 8 марта, я думаю, по этому каталогу не успеет никто собрать. Потому что мы лично от 7-го будем учителю поздравлять. Я уже собрала. Ксюшка любит носить, поздравлять. Парфюмированные гели для душа. Дейзики. Водички. Дон Леон Деспирада. Так, женские. Масочки. Не люблю. Я вам уже говорила, почему. Из-за заломов. Морожку люблю. Классная серия. Стоит попробовать. Бьюти кафе на любителя. Витамани. Гели. Отличный гель. Все в них хорошо. Единственное, я вам говорила, мне не понравился мист с ананасом. Потому что он воняет протухшим ананасом. Может мне такой попался. Я не знаю. Катюшка Матис описывала. У нее все хорошо. Не могу сказать. А гели для душа все 4 потрясающие. Да, на втором месте там СЛС. Да, он и был на втором месте СЛС. В старой версии. Только они были гелевые. А сейчас они как кремовые. Такие непрозрачные. Вот парфюмы на выбор для него. Я вам уже говорила. С голубой печатью. Из всех, что здесь представлено. Мужских. Мне нравится. Черный тоже неплохой. Но он не стойкий. Я имею ввиду восточную серию. Акция для новых покупателей у нас с вами. Какой парфюм выбрать? Девочки спрашивали. Смотрите. Я бы что выбрала? Ну, вот эти два аромата восточных. Они вообще. Элисар я бы не стала брать. Это такой аромат интересный. Вот он у меня стоял. Мне кажется, я его кому-то задарила. Рука вообще к нему не тянулась. Он интересный. Но вот носить его совсем не интересно. Не нравится. Вот этот парфюм от Биоси. Я его не знаю. Поэтому посоветовать не могу. Вот этот красный. Он тяжеловат. А вот этот синий. Мне почему-то видится на взрослой женщине за 60. Это лично мое восприятие. Черный мужской классный. Глориус мне не очень. Красный нормальный на возрастном мужчине с нотками табака. Синий тоже вот этот мужской классный. Поэтому я вот вам как бы так рассказала. А вы уже думайте сами. Можно взять пробники сначала, а потом уже выбирать. Вот такой будет подарок у нас. Парфюм для новых консультантов. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Надеюсь, обзор был вам полезен. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.